Иван Павлович, человек живет в среде не только связанной С водой, про которую мы много говорили С воздухом Но еще на человека выпадает извне различные излучения Одно из которых это ультрафиолет Кто-то говорит, что он очень полезен человеку Без него жить невозможно Кто-то говорит, что наоборот он очень вредный От него надо скрываться Вот какие у вас взгляды на ультрафиолет Что с ним делать, как с ним быть человеком Все дело в том, что я не только хирург И физиолог у меня были умеющие учителя Которые помогали мне разобраться Что такое человек и человеческий организм И выпало счастье мне работать Под руководством Патона Бориса Евгеньевича Это президент Академии наук Украины Дай Бог ему здоровья И меня интересовало На какой энергии работает человек Институт физики Которому дали такое указание Через какое-то время Когда я приехал очередной раз в Киев И говорят, послушайте, что нам голову морочить? В чем дело? Есть такой элемент фотосинтез Это фотосинтез Это работа ультрафиолета определенного спектра Который бывает рано, утром или поздно Перед заходом солнца вечером Животный растительный мир Использует вот эти ультрафиолетовые лучи Но по данным института космических исследований Оказывается, что таких лучей Сейчас уже придется на Где-то в 80-90-е годы Уже на 10% уже не хватает Это различные экологические состояния Это загрязненность, атмосфера и все что угодно Не хватает Животные, растения еще как-то ухитряются Те ползают, копыта, растения улавливают А человек, учитывая цивилизованный вид Это помещение, это изоляция земли басмаками Это машины и все прочее Ультрафиолет фактически этот уже не получают Зашел вопрос, а какой спектр ультрафиолета? Назвали Мы начали работать Кошки, собаки дохнут Не могли понять, в чем дело Один молодой физик говорит Да в жизни никогда не бывает Отдельного какого-то изолированного воздействия Любого какого-то физического процесса Там все работает в комплексе И мы тогда взяли ультрафиолет В пределах не 254 нанометра Вот 2300 Основное это 60-70 нормального Вот животворного ультрафиолета Вот есть 15 того-другого Кошки в собаке перестали помирать Мы этот ультрафиолет Воткнули в прибор Нашли, кто делал эти лампы Но работу я эту продолжил в Киргизии Я в Киргизии был человеком номер один Что я работаю в космосе Отвечаю за космонавтов Я создал систему, которая позволила В Среднегории, там в Иссыкуле Космонавтам восстанавливать Вернее не восстанавливать А поддерживать состояние здоровья Усиление реакции на различные воздействующие факторы Они в сентябре месяце туда приезжали Причина месяц И по специальной программе Там проводили тренировку И прежде чем ехать в Иссыкуль Мы были у первого секретаря Цубалиева Который принимал космонавтов И однажды он мне задает вопрос Иван Павлович Вы все время говорите о проблеме там А у вас есть какие-то проблемы? Я говорю, есть Но в Украине мы уже создали вот такой прибор Но теперь мне нужно его изготавливать и изучать Хорошо, что вам надо? Институты и учреждения вашей Академии наук Дают указания Там институт космических исследований Сельскохозяйственный институт Институт органической химии Почвоведения Институт машиностроения И они стали разрабатывать вот эту систему И создали В 88-м году первая программа телевидения Показала возможности ультрафиолета Во-первых, полностью улучшает состояние воды Оно не только становится структурировано Подкачивание вот этой космической энергии Ультрафиолетом И делает буквально чудеса Восстанавливает Восстанавливает Как называется Это Не реабилитация Не реабилитация Не реабилитация Рекультивация земли Освобождает От всех этих пагубных Плохих этих растений А культурные Полтора-два раза Увеличивает Урожайность С помощью ультрафиолета Можно сегодня Оздоравливать От любых заболеваний Животных То же самое В отношении человека То есть создана Фактически Экологически чистая Система на всех уровнях 88-й год Сентябрь месяц Первая программа Телевидения Три часа Идет передача Результаты работы Академии наук Киргизии Вы наверное Никогда не видели Кукурузу Ростом 4,5 кг Самого метра Такой точно не видел Это джунгли Причем Толщина ствола Это До 8 До 10 Сантиметров И качаны По 60-70 Сантиметров А рядом Стоит Кукурузина Выросшая На обычном Удобрении Химическом И полито Обычной водой Початка Кукуруза Нет Ну где-то Полтора метра Качается От ветра Еще не упала Рядом Свекла Свекла Почва Спекшаяся Лопата Еле-еле Ну вытащили Эту свеклу Это уже В сентябре месяце Ну где-то На полкилограмма Около килограмма Жухлая ботва Перевернули Показали А рядом Вода Облученная Вот этой Ультофилетой Полита И кукурузой И эти самые Земля Как пух Лопата Просто Нажали Она туда Входит И на этой Почве Мы находили Восемь с половиной Килограмм Свеклы И на один Процент Больше Сахара Вы это видели? Тоже не видел Простите Это все Покатывало Первой программой Телевидения Шума было Страшно много Но распался Советский Союз Россия Это было не нужно У меня были Свои проблемы Пять лет назад А тогда Этим заинтересовался Директор Института Российского Научно-исследовательского Института Электрификации Сельского хозяйства Тогда был Профессор Стребков Дмитрий Семенович Сейчас это Академик Я не побоюсь Сказать Это единственный Академик Сегодня в России Который Хочет Весь потенциал Своего института Бросить На реализацию Этого проекта Но В 2013 году 25 октября Московский Комсомолец Подсветил Мне целую Страницу И я там Написал Что для реализации Этого проекта Для начала Необходимо 10 миллионов Рублей В сельском Хозяйстве Экологической Системы Министерства Дравоохранения И во всех этих Фирмах Не фирмах А отраслях Которые отвечают За жизнь День человека Не нашлось 10 миллионов Рублей Мы прошли Все Я даже Нашел Президента Малых и средних Городов России Гаврилов Такой И говорю Послушайте Сегодня Я как помощник Госдумы Знаю наверняка Что больше 20 тысяч Деревей Несет На картах Есть Но их нет Разваливается Та система Которая Кормила Поила Не только себя Но и многие Государства Давайте Сейчас создадим Оздоровительные Центры Которые Я создаю За три недели Денущие Людей Здоровыми Там Мы восстановим Почву Там Восстановим Сады Садоводы У нас Там Тысячи Миллионов Сделаем Так Что там Не будет Никаких Червей И паразитов Кроме полезных Полезных Удивительно Но все вырастает И как на дрожжах Растут И будем Чисто Экологические Продукты Получать Животноводство И тут же Будем Лечить Людей И что вы Думаете Он сказал До тех пор Пока Кто-то Чего-то Не отменит Показ Что переселение Из Населенных Пунктов Которые Сегодня Они Инфраструктуры Нет Дорог Нет Зачем Их Тогда Вообще Содержать И когда Сегодня Россия Уже Бурьяном Фактически Обросла И миллионы Гектар земли Не используется Из-за того Что там Нет людей Он сказал Что пока Не будет Решения На государственном Уровне Ничего Сделать Нельзя Мы С академиком Саркот Дмитрием Семеновичем Пишем Министру Сельского Хозяйства Федоров Такой Был Создана Система Малозатратная Дающая громадный Экономический Эффект С точки зрения Вот всех Восстановление Земли Восстановление Урожая Экологически Чисто Не говоря Животных И человек И что вы думаете Реакция Ноль Тогда я Обращаюсь Вице-президенту Нашей академии Которой Григорьев Анатолий Иванович На его глазах Создавалась Эта система Он Обещает Не найти 10 миллионов Но Посылает Эту бумажку Опять Федорову Федоров Забыл Что ее бумага На столе Лежит Вместо того Чтобы Во первой Подпись Моя Обратиться Ко мне И спросить Послушайте Нему Вакину Вот такая Необычная Фамилия Что вы Там Предлагаете Амбиция Взаграла Настолько Что он Фактически Снимает С работы Этого Заслуженного Академика Но не Совсем Ученик Его Становится Директор Он Сейчас Почетный Директор Института Наконец В 14 Году 15 Декабря Владимир Владимирович Путин Встречается С трудящимся И был призыв Присылайте Вопросы На все Животреречащие Или Вопросы Ответим Или Обязательно Включим Свою Программу Мы От имени Народных Селителей И в том числе Вместе С Дмитрием Семеновичем Мы Подготовим К справку Которая Вручена Была Лично Управляющим Делами Президента Он Удивился Когда Прочитал Возможности Созданной Системы В России И Сказал Это Очень Важно В ближайший Месяц Полтора Мы Вам Ответим Прошло Уже Больше Года Ответа Нет Так Это Так Называем Профессионалы Федоров Который В сельском Хозяйце Из-за Того Что Даже Та Система Которую Мною Ну Мною Десятками Сотрудников Принимавши Участие В этой Системе Но Защищенный Авторским Вседействием Там Всего Три Человека Он Ничего Не Сделал Сыграли Амбиции Его Вместо Того Чтобы Заинтересоваться Сделать Хоть Что Нибудь Хорошее Для России Был Снят С работы Я Был Удовлетворен Но Я Два Месяца Назад Был В Белоруссии Президент Национальной Академии Наук Заинтересовался Этой Системой Я Туда Приехал Он Удивился Что Я Пенсионер Вроде То С кем Не Буду Иметь Дело А Я Перед Этим Поговорил С Академиком Дмитрием Семеновичем И Заручился Поддержкой Говорю Послушайте Я же Не Эвантюрист Я Приехал Сюда Представляет Институт Электрификации Сельского Хозяйства А Есть Такой Академик Взял Афаль Да Есть И Мы Стали С ним Говорить В Результате Неоднократных Бесед Я Убедился А он Физик По Образованию И Он Не Заявляет Я Видел Этот Ролик Действительно Это Удивительно То Что Вы Предложили Но Теперь Вы Сделайте Прибор Дайте Нам Мы Посмотрим На Полях Потом Будем С Вами Разговаривать Я Говорю Петр Александр Вы Что Шутите Это Детский Сад Какой То Нет Приборов Нет Десять Миллионов Рублей На Любых Условиях Это Ваша Система Я Хочу Чтобы Она Нашла Реализацию Сегодня Хорошо Я Позвоню Перед Тем Как Уйти Он Мне Задает Вопрос Иван Павлович Вы Создаёте Там Раздоливитель Системы Вот Первое Второе Третье Третье Это Жидкость Вы Говорите Что Пить Нельзя Как Жи Пить Нельзя Я Ему На Пальцах Объясняю Вот Конвейерная Система И Воду Нельзя Туда Пить Принимать Уходя Оттуда У него Такое Ощущение Он Задал Вопрос Мне И Теперь Не Знает А Как Жи Кушать А Я Выходя Оттуда Понял Что Миллионы Если В магазин Войти С Миллионами Десять Или сто Тысяч Это Миллионы Выйти Другой Другой Черезвер То Ты Будь Нищими То Есть Наивность Беспредельная Думаю Что Миллионов У них Много А Там Миллионы Деньги Считай Там Копейка На Сорвенный По Моему Даже Нет На Чая Этого Академика Национальной Академии Наук Оставил Не Только В Недоумении Он Теперь Не Знает Как Кушать Но Я Позавчера Разговаривал С Академией Стребковым Звонка С Академией Наук Беларуси Не Последовало Вы Представляете Что Это Значит Год Назад В Питере Проходит Экологический Конгресс Съехали Со Всего Мира Мне Предложили Туда Поехать Делать Доклад И Говорю Условия Моего Приезда Иван Павлович У нас Денег Нет Вы Найдете Средства Гостиница Тут Вроде Делайте Доклад У меня Я знаю Что такое Цензурное Не Цензурное Как Это Называется Непрофильные Слова И те Самые Все Хотел Все Выложить Поблагодарил Я ползу трубку Но Мой Доклад Нам Десять Минут Продержали Прочитали Оказывается У меня Принято Почетное Экология Но Что это За Экология Которая Фактически На Блюдечке Все Было Предложено Как Восстановить Сегодня Все Нарушенное Природе И Что Вы Думаете На Сегодня Это Никому Не Нужно Генномодифицированы Продукты Животноводцы Сегодня Заперто В Такие Клетки Что Оно Нормально Уже Не Может Жить Существовать И Ему Нужно Гулять Я Уже Не Говорю О Человеке Я Не Говорю О Том Что Сегодня Почва Не Только Больна Она Задыхается Она Уже Существовать Нормально Не Может Она Уже Иссякла Ее Уже Фактически Взяли От нее Все Что Только Можно Я Уже Не Говорю О Том Что Вода Отравлена Химическими Веществами Почва То же Самое Отсюда Растения Отсюда Животные И Уже Добрались До Человек Но Поймите Создана Система Я Пенсионер Мне Это Не Нужно Но Есть Институт Электрификации Сельского Хозяйства Которым Нужно Сегодня Совсем Малость И Не В Долларах Не В Еврах А Русские Рубли Чтобы Начать Возрождать Разваливающуюся Россию Которая Сама Себе Не Только Будет Кормить Экологически Чистым Продуктам Еще Будет Кормить Других С Этого Начинается Родина Понятие Родины Которая Должна Быть Сильной Могучей Но Самое Главное Здоровой И Система Которая Создана Мною Я Повторяю Ее Выполняли Десятки Ученых В том Числе Академию Киргизии Сегодня В России Она Не Только Не Понят Она Никому Не Нужна А мне Один из Сотрудников Правительства Сказал Иван Павлович Вы понимаете Вы Замахиваетесь Не Только На Какой-то Отрасли Вы На Систему Где Есть Государственные Планы И Межгосударственные Если Вы С Теми Же Химическими Удобрениями Сейчас Прикрутить Заводы Работать Чтобы Они Перестали Поступать Из-за Рубежа А Это Написано В Соответствующих Планах Попробуйте Что-то Не Выполнить Россия Вообще Останется Без Штанов Куда Вы Ломитесь В Какую Дверь Мне Это Не Нужно Нужно Народу Нужно России Если Вы Сегодня Были Профессионалы Хоть Немножко Задумывались О том Что На Самом Деле Творится Эта Система Помогла В Какой-то Степени Я Не Говорю Полностью Я Не Говорю О том Что Там Все Идеально Что То Заменить Что Добавить Но Снова Получено Ютуб Интернет Включите Там У меня Ультрафиолетовое Облучение Медицине В Животноводстве В Сельском Хозяйстве Я Ведь Ничего Не Придумываю Это Уже Производные Площади В Киргизе Тысячу Гектар В Разных Районах Чуйская Оськая Таварская И Сыкульская Часть Нарвен Все Работало Вот эти Машины Были Созданы Приборы Уже Во всех Больницах Как у Шарф Киргизи Везде Были В роддомах 40 или 50 Машин Те Которые Там Вы Увидите Были Созданы Но Они Созданы Будем Так Говорить Внеплана Инструкции Были Конструкции Были А тут И распался Советский Союз Киргизи Сразу же Русских Почти Всех Выгнали Оттуда Все Растащили Разворовали Уничтожили Я Кое-что Оттуда Успел Взять Две Машины Мы Привезли В Домогедовский Совхоз И 50 лет По Горьковской Один Два Года Убирали Урожай Которую никогда Подмосковье Не получали Все Зимой Машины Стояли К осени Все Растащили Лампы Машин Нет Кроме Остого Это Никому Оказалось Ненужным Но Сегодня Когда Мы Переживаем Не лучшие Времена Но Почему Нет Того Профессионала Говорят Министр Сельского Хозяйства Стал Воскротнодар Человек Который Понимает Что такое Животноводство Сельское Хозяйство Если он услышит Или увидит То что я говорю Ну ради бога Мне это не надо Вы Министр В ваших руках Вы новый Вы должны Что-то Хоть сделать Для России Некоторые Некоторые Говорят Чужой Причем Чужой Я Россиянин Мне Предлагали Давно Уже Уехать И там Внедрить Я Не могу Это Сделать Потому Что я Россиянин Я Заинтересован Чтобы Россия Была Сегодня Богатой Самое Главное Здоровье Система Такая Есть Институт Электрификации Сельского Казательства Он Заинтересован В том Чтобы Реализовать Этот Проект Но Ему Нужны Деньги Потому Что Бюджетный Институт Ему Денег Не дают Он Готов Выполнить Наход Расчет На основе Реализовать Эту Систему Я думаю Достаточно Вам Сказал О том О чем Я мечтаю И что Должна Сделать Действительно Для России Благо И дело В том числе Конечно Здоровье На всех Уровнях Иван Павлович Я хочу Уточнение Маленькое Внести Наш разговор Вот Когда Вы приходили К разным Министрам И просили 10 миллионов Сначала Обещали Что-то А потом Оказывалось Что Это Никому Не нужно Может Быть Тогда Обратиться Не к Министрам Которые Четко По указке Какой-то Работают По какому-то Плану А может Обратиться К тем Людям Которые Заинтересованы В каких-то Фермерских Хозяйствах У которых Есть Какие-то Свои Поля Может Быть Эко Поселения Сейчас Активно Развиваются Отвечаю После Вот Этой Статьи 13 Года Да И сейчас Еще Идут Вопросы Фермеры Руководители Хозяйств Когда Дело Заходит До Вот Этих Миллионов Сразу Немножко Пыл Остывает И Потом Говорят А как В отношении Реализации Институт Сельского Хозяйства Обеспечит Создание У него Техническая База Приборы Подольский Институт Сертификации Этих Приборов А дальше Начинает Реализация Реализация Это реклама А реклама Опять связана С сельским Хозяйством Понимаете Цепочка Он Не сможет Потом Рекомендовать Во все Хозяйства Потому что Государственная Система Когда В 89 Году В Аскмиле Был ученый Совет Сидит Президент И его Заместитель Когда Я кончил Приехали Скорбизи Показывали Кинофильм Все Эти Академики Которые Половина Спала Там Проснулись И Зам Это Вице-президент Академии Затал Вопрос Иван Павлович А вы Не подумали О том Что мы Сегодня Начнем Куда Мы денем Заводы По выработке Минеральных Удобрений Я У президента Спрашиваю А кто Это Такой Он Говорит Вот Нам И Уважаемый Чек Как Академик Вот Он Сделал То-то То-то Этот академик С помощью которого Отравлена Вода Земля Растения Отравлют Животных Человек У меня У врача Спрашивают А куда Девать Заводы Минеральных Удобрений Те академики Которые Зали Что вы Оскорбляете Такого Ученого Говорю Знаете Что Да мне Плевать На эту Ученость Я Врач Пришел Представитель Академии Киргизии Вот Они Сидят Мы На Блюдечке Предлагаем Вам Которые Нужно Реализовать А вы Мне Говорите Куда Девать Приняли Хорошее Решение Изучить Посмотреть Рассмотреть Все Системы Нет Это 90 91 Год Сколько Прошло Времени И Когда Эти люди Обращаются Ко мне И говорят Где Купить Приборы Мы Готовы Платить Простите А у вас Есть 10 Миллионов Зачем Нет Приборов У меня Человеческие Есть Желатноводческие 2-3 Там По-моему Есть Но Нет Этих Машин Для Обработки Виноградников Садов Полей Облучение Воды Там Где Нужно Засухли Условить Подмосковье Тут Воды Хватает Но Все Дело В том Что Создание Этой Системы Это Уточнение Инструкции Это Чертежи Ну Спецификация Особая Которая Требует Создание Прибора Устройства Которые Используются В стране Без Этого Это Получается Кустарная Промышленность И Кто-то Вкладывает 10 Миллионов Ради Того Что Получить Эту Машину Но Просвитив Таких Людей Особе Нет Я Вам Даже Могу Сейчас Назвать Телефона Он По Интонации Грузин И Если Хотите Дам Сейчас Телефон Я Помню Его Наизусть Он Сейчас Готов Решать Вопросы Уже Вот Таком В плане России Всего Сей Страны Отдать Свои Деньги Для То Чтобы Реализовать Эти Планы Я Сейчас Идем Забыл Если Хотите Я Даже Назову Телефон Позавчера Я Только С ним Разговаривал Он Сейчас Должен С Академиком Решать Вот Эти Все Вопросы Как Реально Чтобы Вложил Деньги И все Это Потом Начало Работать Он Был Ну Как Распространять Эта Машина Все Что От него В дальнейшем Будет Все Зависит Вот Вот Ответ На Тот Вопрос Который Вы Мне Задали Тогда Уточнение Для того Чтобы 10 Миллионов Нужно Для того Чтобы Подготовить Необходимые Материалы Чертежи И запустить Процесс Дальше Не только Это Плюс У нас Цепочка Целая В оранжереях Посадить Посмотреть Что Выросло Инструкция Все Есть Уже Но Официализировать Нужно Паспортизировать Если Так Называют Вот Был Урожай Обычный А теперь Это Было Это 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 Значит Нужно С весны До осени Провести Такие Исследования Животноводческие Фирмы Там Говорят Что На дурка Все рассчитано Нужно Взять Стадо Вот Это Это Кстати Сейчас Животноводческие Ящур 80-90% Участников И 50-60% Государственной Системы Это Самое Рейкоз А лейкозное Молоко Это Дети Это Возрастают До Этих У стариков Никто Не проверяет Это Молоко Так А мы Пробовали Нет Лейкоза У коров Почему Нужно Нужно Проверить Значит Это Не один День Нужно Провести Исследные Испытания Там В этих Колхозах Совхозах Вот В частности 50 лет В Огличе А там Мэром Была Шереметьево Элина Михайловна Изумительный Человек Она Хотела Сделать Такой Здравительный Центр И у Ветеринара Там Должно Быть 10 Человек Из-за Малой Зарплаты Только 4 Говорят Иван Павлович Ну Как Мы Можем Водиться Это Кровь Брать Одной Коровы Фильтровать Смотреть Ходить У Меня Нет Зарплаты Платить Ветеринарам Заберите Свои Приборы Я Этим Заниматься Не Буду Вот Сегодняшнее Состояние Значит Нужно Привести Исследование Которые Прошли По всей Цепочке Доказать Вот Было Вот Есть Вот Для этого Нужны Еще Деньги И Реализовать Этот Проект В Мостове Страны Вот О чем Идет Эльф Почему Нужны Эти Деньги То Есть Платить Хозяйством Для Выполнения Вот Этой Работы Это Сельское Хозяйство Это Животноводство И Отработать Вот Эту Схему Инструкции Вот И Все Они Предварительно Есть Но В Киркизе Это Из-за Уважения Ко мне И То Что Усовалиев Первый Секретарь Дал указания Они Не могли Слушаться Я Здесь Вечером В пятницу Ночным Рейсом Самолета Туда Летал Суббота Воскресенье Все Кто Мне Нужно Работали Со Мной В понедельник Я Был У себя На работе Как будто Никуда Не Улетал Это Три Года Продолжалось Я Находил Еще Время Мне Увлекла Эта Проблема Она Реализована Она Сделана Но Там Сегодня Она Никому Не Нужна Сейчас Министр Сельского Хозяйства Говорят Из Кратнодара К сожалению Ткачок Или Я не знаю Как Говорят Что Ну Человек Который Не Цахи А знает Что это Такое Ну Дай Бог Если Он Заинтересуется Этим Деньги Необходимы Но Самый Главный Результат Какой В этом Случае Следует Обратиться К нашим Зрителям И Сказать Сейчас Сейчас Активно Будет проводиться Предвыборная Компания И Много Политических Партий Будут Биться За Избирателей Самый Лучший Способ Убеждение Избирателей Своей Правоте К Коммунистам Деган Я Обращался Это Простите Дуб Дуба Я Ему Приклагал Вот На чем Можно Сыграть Сделать Доброй Для России Телефон Оставил Я Свою Оставил И Что Иван Павлович Ну Хорошо Разы Большие Которые Там Все Время Критика Критика Делать Нужно Ну Давайте Я Закончу Все Таки Обращение Есть Есть Возможность Не Просто Критиковать Есть Возможность Не Просто О чем То Говорить А Есть Возможность Реально Сделать Для России Для Страны И Для Человечества Очень Много Полезного И В конечном Итоге Сделать Так Чтобы Наша Родина Стала Процветающей И Чтобы Все Люди В этой Стране Были Здоровыми И Здравомыслящими Давайте На этой Положительной Ноте Мы Эту Часть Нашей Беседы Закончим Все Правильно Я Об этом Жи Говорю Я Об этом Мечтаю Я Не Говорю Что Она Совершенна Но Основа Создана Она И Есть Процесс Сегодня Датилизации Она Может Немножко Дополнена Но Она Уже Сегодня Работает Это 8-10 Лет В Киргизе На Производ Тысячи Гектар Сад Винеградниках Клантации Поэтому Здесь Ну Нечего Особенно Думать Вот Основа Того О чем Вы Говорите О чем Я Пекусь Последние Вот Эти 5 лет Хотя Эта Система Создавалась Это В конце 70-х 80-х Годов И Повторяю По Первой Паргаме Телевидения Шла В 87 Годов Сейчас В интернете Прочитайте Там 20-25 Минут Вот Фрагменты Взяли Чтоб Там Много Там Все Понятно Например В медицине Бесплодные Семьи Которые Прошли Все Крым И Рым А у них Детей Нет С помощью Ультрафиолета 90% Гарантия Получения Детей Причем Больше Мальчиков Ну Что Плохого Но Медицине Это Не Нужно В том Числе Настолько Сильное Влияние Вот Этого Спектра Солнечной Энергии Без которой Наш Организм Клетка Не может То есть С помощью Этой Энергии Идет Восстановление Энергопотенциала Клетки Она Сама Начинает Работать То есть Эта Квантовая Терапия Она Не универсальна Она Никого Конкретно Не лечит Восстанавливается Вся система С которой Зависит Вся наша Жизнь И клетка Начинает В оптимальном Решении Выполнять Все Что ей Положено Еще На фоне Очистки Организма Что Я И создаю Сегодня Свои Здоровительные Системы В течение Трех Недель Все Просто Закон Природы Не надо Нарушать Я Предлагаю Эту Систему Если Кто Подключится Я буду Только Рад Но Повторяю За мной Стоит Всероссийский Научно-исследовательский Институт Электрификации Сельского Козяйства Академия Требко Дмитрий Семенович Телефоны Везде Вы найдете Ну Что Давайте Эту часть Мы Закончим Благодарю Всех За внимание Следите Дальше За Нашими Программами Народное Славянское Радио Все Нужно Все Важно Дальше Дальше Славянское 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 Славянское